всем привет 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 добро пожаловать на мой канал не зря я вчера покупала купила скатерть новую сегодня у меня будет будут гости вернее сказать гости это гости приехала из москвы и мы ее там узнаем она приехала здесь отдохнуть на несколько дней буквально на праздничные дни отдыхает она в отеле rixos даунтаун который который здесь в анталии прям приехал ненадолго еще когда она была в россии мы все планировали встретиться не пообщаться я хотелось хотела бы чтоб она приехала ко мне в гости вот ну что то как то вот мы никак не могли определиться с днем когда это возможно и сегодня пришло спонтанное решение что нужно встретиться сегодня поэтому я буду готовить ужин спросила у нее если она баранину оказывается ест слава богу потому что у меня есть баранина вот такие вот ребрышки обработаю замариную вот и запеку и в духовке по-быстрому обычно я вы знаете обычно я готовлюсь заранее гостям планирую что я буду готовить там какое-то некое разнообразие блюд стараюсь каких-нибудь овощные сделать баклажан или еще что-то такие типа соте но сегодня мне некогда абсолютно времени у меня мало скоро она уже скоро приедет поэтому я по-быстрому сейчас приготовлю мясо покупали в тахтокале сколько нам не обошлось нам самая дорогая покупка 588 лир полторы тысячи рублей вот эти два кусочка ну дорого конечно вот что я буду еще готовить я давно не готовила салат с рукколой и со свеклой вот купила рукколу сейчас я ее помою лапс уши и свекла у меня уже в духовке запекается и вот купила для такой вот сыр для этого салата мне понадобится еще такой вот легенький салат мальчишкам приготовлю что-нибудь отдельно они баранину наверно не будут есть у меня там есть индейка может быть сейчас индейки что-то сделал мне там есть курица в общем сейчас что не придумал и для мальчишек вот сделаю салатик с огурчиками с помидорчиками для девчонок настя любит огурцы вот что-то сейчас быстренько такое сделал не праздничный ужин ну хотелось вкусно накормить мою гостью а у нас десерт у нас есть кулич и у нас есть арбуз мы стане купили пол арбуза на сто двадцать три лиры килограмм стоит 30 лир 2990 здесь 4 килограмма вот на сто двадцать лир сто двадцать три это 300 400 рублей вот короче говоря вот такой вот у нас будет банкет скатерть новую постелю у меня эти тарелочки буду использовать который я купила вчера я вам показывала очень они понравились положу сыр у меня есть колбаска ура с нами не будет поэтому можно колбасу на стол поставить еще каких-нибудь вкусняшек рыбка у меня есть правда вы знаете в этот раз рыбку солила она такая бледная прям и не не скажу что она красная рыба но на очень вкусно на такая жирненькая такая вкусная настя у меня в половинку вот ну вдоль вот это рыбки съела так все значит быть баранина картошка ну наверно все что нам нужно то собственно так все я приступаю к готовке буду вам рассказывать по мере того как я успеваю не успеваю приготовить ужин для моей гости а я уже отправила ребра духовку они там запекаются а сама делаю заправку для салата с лук с рукколой и со свеклой смешала все ингредиенты и надо тщательно тщательно перемешать рецепт не даю потому что у меня на канале в плейлисте мама лена готовит есть все эти салаты есть все 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 а вот как приготовить ребрышки я отдельное видео снимаю видите в процессе перемешивания соус мой заправка хотя бы дерутся заправка моя густеет еще чуть-чуть можно кстати блендером взбить но я всегда либо ложкой взбиваю либо вообще вилкой ну что что под рукой есть картошку начистила порезала колбаску порезала сыр сейчас пожарю мальчишкам отбивные за индейки настя будет наверное есть просто думаю что баранину они не будут есть картошку начистила сейчас поставлю варить еще там и не звонила во сколько она поедет забирать не знаю а мне сюда детей привезут вот соус готов ведь какой вот прям густой так ладно продолжаем продолжаем готовить смотрите какие шикарные ребра получились я открыла эту пленку немножко давай им подрумяниться и вот такая красота у меня получилось я надеюсь что это вкусно а здесь у меня варится картошечка будем картошечкой подавать ребра так одни гости уже пришли дайте дети кушайте нас это на двух стульях сидишь тебе удобно на двух стульях да ну извини нет сейчас узнаю скоро выпадет твой зуб ну ты не кусай им кусать другим чем-нибудь у тебя еще не выпадают кушай мясо кушай туда одни огурцы лопаешь чего молочные молочные морочные я тоже давай давай кушай молодец кто мне будет кто мне будет помогать на стол накрывать ты давайте салфетку застилайте сюда скатерть новую да давайте застилаем нет это не надо убирать не надо настя мы сверху постели мы не будем раскладывать стол давай 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 что у тебя такое ну-ка покажи как все жди теперь фей сегодня должен прилететь так а мы уже за столом салат там у нас танин кулич и яйца здесь у нас моя гостья привет жения представлю так от жени переходим к столу здесь у нас рыбка колбаска мяско сыр и основное блюдо горячее что там у тебя а ты не потеряешь давай мне картошечка у нас тут с баранинкой что нам всем приятного аппетита таня отвезла мою гостью обратно в отель еще раз хочу сказать женя отдыхает в отеле rixos rixos down town городской отель специально вы выбирала она для того чтобы быть поближе городу торговым центром там у нее какие-то покупки запланированы и к набережной кони алты жене очень понравилось это набережная в прошлом году они с мужем отдыхали каком отеле мега сарае не были вот и мы тогда встречались с галей с ней если кто помнит но сейчас она приехала тоже не одна приехала с подругой с ее мужем наверно еще кто-то кто-то из детей детей не же не отец ну в общем мы хорошо очень душевно посидели и женя рассказывала но всякие интересные истории и в том числе про отель rixos она в общем такая это анекдотичный практически случай потому что ну сегодня пасха и она прилетела вчера и она значит везла кулич везла яйца крашеные вот и сегодня утром ну когда мы договаривались что она приедет она мне шлет фотографии и говорит у нас тут на завтрак подают шампанское куличи и крашеные яйца и говорит я как будто в россию попала все здороваются говорят христос воскрес и говорит все равно ему мусульман ну мусульмане но тем не менее поздравляют с православных с таким светлым праздником говорит что в отеле очень мало народа сервис на высоте завтраки людям людей мало на пляже на присылала мне видео на пляже вообще никого нет не знаю почему все тусят возле бассейнов много очень иностранцев россиян не очень много но тоже они есть но отель достаточно дорогой еще раз подчеркиваю а вот кто сервис конечно в риксисах остается по-прежнему на высшем уровне в общем с этим все в порядке таня отвезла и и обратно в отель а я тут пока поубиралась пока то пока сё пока собакой погуляла жосик мы с тобой гулять ходили сегодня какой-то такой не в не в себе вот в общем жена привезла нам кучу всяких вкусняшкам вкус вкусняшек детям спасибо ей огромное жень надеюсь что ты еще приедешь и мы еще увидимся и может быть мы приедем в россию москву тоже тогда там организуем встречу спасибо тебе большое что не забывай что пишешь первый раз я с ней встречалась в аэропорту даня улетела в россию а женя прилетела сюда и она горит ахахах я вижу вам какие-то вкусности и мы тогда ездили я не помню с кем с кем то мы ездили в аэропорт забрали эти передачки прям сумка целая было всяких вкусняшек а потом они отдыхали в белеке в отеле папиллон по моему ну вот а потом мы с мишей и с леной кто по еще помнит моих приятелей с санкт-петербурга мы с ними уже ездили в белек и там встречались жени и ужинали в каком-то каком-то рыбном ресторанчике что такая приятная была встреча ну и потом встречались с галей таня тоже встречалась с женей где они в москве встречались и здесь и вот знаете ну не такие частые встречи но они запоминаются они приятные и знаете с первых минут чувствую что человек твой что ты с ним на одной волне что ты понимаешь о чем речь и настроение человека ну как-то вот найти как есть такое выражение мой человек ну в общем мой мой человек женя спасибо большое тебе что не забываешь я сейчас хочу пойти лечь спать то что глаза мне прям закрываются вроде ничего не делал но погода у нас испортилась что-то такое знаете похоже на пред преддверие дождя ну когда вот знаете в сон клонит и вот хочется дуду господи скорее бы дождь прошел и и стало бы все в порядке вот такое часто бывает но нет еще собака ходила никакого дождя не предвидится но достаточно прохладно стало до же я в море купалась говорит 22 градуса моря но очень мало окупающихся ну что начало мая в общем так как бы еще рановато ладно хочу с вами попрощаться потому что завтра учеба у меня во второй половине дня с утра нужно повторить повторить уроки я домашнее задание все сделала но там такая достаточно сложные вещи и нужно нужно самой себе напомнить ну для меня сложный возможно они вообще элементарные для кого-то для меня вот они трудноваты может быть даже сейчас прессую чуть-чуть но наверное не будут то что глаза закрываются за засну прям с кисточкой вот все давайте с вами попрощаемся до следующего видео следующее видео будет про баранину которую я готовила на горячее сегодня женя несмотря на то что говорит я как баранину не готовлю ну действительно ее редко кто готовит в наших широтах на кавказе это конечно это готовят там ближе к средней азии тоже готовят баранину любят баранину татарстан любят баранину вот а здесь в москве в области баранину не очень-то жалуют вот движение гортия для сама не ну не готовила никогда ну тут она попробовал сказал что очень вкусно так вот рецепт этой баранины будет завтра на канале не пропустите кому интересно баранина получилось пальчики оближешь всем очень понравилось ладно увидимся с вами следующем видео всем пока пока